Всем привет! Привет! Добро пожаловать во влог на пару! Кончен бал, погасли свечи! Пора Арбайден, Арбайден, Арбайден! Второй год! Это всё! Всем огромное спасибо за поздравление! Ой, какая сегодня была радость! Я прям... Это как, знаешь, второй день рождения... Ну, нет, у нас так, как будто бы второй день рождения. У меня был день рождения в июне, и сейчас... В общем, так здорово было читать все ваши комментарии! Спасибо вам огромное! Спасибо огромное! Так классно было! У нас осталось ещё четыре человека, которые должны прислать... Пять? Четыре? Уже четыре? Уже четыре, да, человека, которые должны прислать свои... Адреса? Бася даже перестала есть, пришла сюда! Будь здорова, маленькая! Побожи всем лапкой и облежи всех язычком! Будь мои сладкие! И сегодня мы начинаем свою, как бы, рутину, влог на пару, и отвечаем на вопросы! Вопросы! Ой, вы знаете, у нас с завтрашнего дня грозятся, и потом ещё целую неделю... Ой, воскресенье! В воскресенье 34 градуса обещают! Ну, тридцать... Где-то тридцать... Тридцать два, тридцать четыре! В общем, Анька, на работе будет воскресенье, а я, наверное, включу все кондиционеры, налью в ванну, холодный в отель! Мне так не повезёт! Я думаю, что так мы проведём время! Я начинаю снимать, и у меня начинает нос чесаться! Так, ну что я должна сказать? Вопрос! А какой вопрос? Вернее, где он? Я его читала! А где ты вообще находишься? Какие-то комментарии? Мама где-то находится! Я в комментариях! Я в комментариях! Итак, вопрос на сегодня! Вот! Да? Вот он! От Ивана Леонова! Это не Иван Леонов! Это не Иван Леонов! Это... А я хочу, чтобы Льван Леонов был! Я не... Иван Леонов! Льван Леонов! Это муж! Я забыла, к сожалению... Простите, как его зовут! Все прикрываются своими мужьями! Девочки, пора уже выйти из тени, обзавестись своими аккаунтами! Берите пример с Ольгой Пономарёвой! Если вы девочки, а если мальчики, гордитесь этим! И не скрывайтесь, что вы... Как мега-андрейка! Прикворяешься девочками! Мега-андрейка! Значит, вопрос такой! Мега-андрейка у нас единственный мужчина, который пишет! Да! В каком возрасте вы себе прокололи уши и не боялись ли? Мы уже отвечали на этот вопрос! Ну, мы ещё весело ответим на этот вопрос! Мы ещё раз ответим! Давайте, рассказывайте! Я первая, конечно, среди нас проколола уши! И вот я долго вспоминала, то ли в институте, то ли в аспирантуре я проколола, но во взрослом состоянии! Не, наверное, всё-таки в институте! И на меня всегда всё очень долго заживает, очень плохо заживает! Прокалывала я уши на Калининском проспекте! Потому что я не собака! В институте красоты, то есть не где-то там какой-то грязной иголкой, а в специально отведённом помещении! И мне прокололи, и тогда почему-то вот сразу эти серёжки не одевали, а какие-то верёвочки мне повязали, и чем-то надо было всё это промывать! И у меня всё было воспалено, я не могла даже не лечь ни на одну сторону, не спала! Ну, в общем, жуть какая-то! А всё было дело в том, почему мне нужно было проколоть уши! Потому что моя мама, ну, у меня родители работали в этот момент на строительстве гидроэлектростанции в Сирии, и мама там купила какие-то потрясающие золотые серёжки! У моей мамы не было вообще, не были проколаны уши никогда! Но мне она говорит, проколи, я привожу серёжки! В общем, короче говоря, вот я ради этого проколола уши! И очень долго я вообще плохо носила серьги! Я всегда больше любила клипсы! Вот Анюта не может носить клипсы, она говорит, что ей давит страшно! А я очень всегда любила клипсы! Ну, так постепенно, видно, там что-то зажило, всё было нормально! Мне повезло гораздо больше! Уши! Папа был против того, чтобы мне прокалывали уши, но мама, что-то там произошло, и в общем... В первом классе! И в общем, в награду мне мы поехали прокалывать уши! Да не поехали, ты рядом там училась, тоже на Калининском проспекте! Мы на троллейбусе туда ехали! Нет, нет, в том же самом институте красоты! Просто ей было меньше! В школу мы ездили на троллейбусе, поэтому и туда приехали, на троллейбусе, наверное! На ней из школы! И мне прокалывали уши, сейчас есть пистолетики, которые сразу вставляют, и серёжку тоже! А мне прокалывали уши такими щипцами! С одной стороны была иголочка, а с другой стороны была дырочка! Сначала они прицелились, прокололи... Нет, сначала они чёрненьким стали! Ну, конечно, да! Отметочку! Значит, прицелились, прокололи, а потом уже, вот представьте себе, вытащили иголку, и на это мясо одели серёжку! По-моему, золотые, да? Или серебряные серёжки? Серебряные? Золотые! Золотые! Серебряные вставляю! Золотые серёжки были! И у меня тоже всё гноилось очень долго! Мама мне промывала ушки! Вот! Видно у нас наследство! Наверное, да! Вот! И я всё время ножу серёжки! Я не очень люблю тяжёлые серёжки! Больше люблю полегче серёжки! Но многие в моём возрасте, ну, в то время прокалывали, ну, когда я взрослела, прокалывали дальше уши! Это было очень модно, но я так и не стала этого делать, потому что в детстве меня водили к иглотерапевту, и она мне внушила, что каждая точечка... Иглоукалыватель или терапевт? Да, ну, терапевт, иглотерапевт назывался! Иглоукалыватель называется! Иглоукалыватель – это тот человек, который колет иглотерапевт! Хорошо, они все... А терапевт – это тот человек, который доктор! В общем, вот эти вот все точечки, они что-то обозначают, и на ногах тоже, но в ноги иголки, ну, в смысле, серёжки не вставляют. А здесь каждая точечка что-то обозначает, и если что-нибудь проколешь, может быть, какая-нибудь, какое-нибудь последствие. Поэтому я, внушённая этим, решила ничего не прокалывать, кроме одной дырочки. И теперь я кафаю, кафа это, по-моему, называется, теперь кафы я сюда делаю. У меня есть очень много знакомых, у которых нос... Ой, у девочки у одной, с которой я недавно познакомилась, у неё вот здесь на позвоночнике, вот здесь вот на шее, тоже вколоты вот так серёжечки. Ой, боже! Вот тогда встречный вопрос, ответьте, пожалуйста... У кого сколько дырочек? Нет, как вы относитесь вообще к тому, чтобы где попало, всё прокалывать и носить вот эти, ещё ужасные вот эти вот, как они называются, огромные такие серёжки, которые здесь дырку такую большую делают. Я узнала, что их постепенно, ну, эти дырочки постепенно делают большими. То есть сначала вставляют маленькую серёжку, потом побольше, потом побольше, потом побольше. В африканских племенах, знаете, в некоторых африканских племенах вот эту губу женщине растягивают, и ей сначала кладут маленькую тарелочку, потом побольше, побольше, в итоге вот получается такая губа, и на ней прям тарелка такая большая лежит. Ну, всё постепенно, конечно, делается. Ну, вот как вы относитесь к... как они называются? А я не помню, как они называются. Нет, не тарелки. А пирсинг? Пирс, к пирсингу. Сколько у кого проколоты дырочек? У кого сколько дырочек? У меня две. У меня тоже две. Вот. Так что у кого больше? Пишите. А ещё к этому же вопросу. И зачем это надо было делать? Нет, это дурацкий вопрос. Ну, напишите, пожалуйста. Мне всегда очень интересно. Мне всегда очень интересно, зачем делают татуировки. Вот. Вот это весь вопрос на сегодня. Он был у нас почему-то очень долгий. В общем, благодарности я безумно благодарна. Подожди, подожди, подожди. Дорогие друзья, мы хотим всё-таки, ну, сегодня уже, можно сказать так, на трезвую голову, без этих восторгов, попросить всех, кто получил подарки. Ну, в смысле, разыграли мы подарки. Напишите, пожалуйста, адреса. Четыре адреса осталось. Написали нам Ольга Т., Ольга Пономарёва, Ирвива Ира, и мы знаем адрес Марины Мироновой. В общем, Элеонора Панчук, Айгуль-Айгуль и ещё два человека. Да, Ибрагима. Айгуль-Айси-91 и ещё один человек. Ещё один человек. Пожалуйста, напишите нам свои адреса. Да. И благодарности на сегодня. Я безумно благодарна за то, что у нас есть вы, и что вы просто вот так подняли мне настроение своими комментариями. Это просто необыкновенно! Спасибо вам огромное. Мне кажется, что у нас в русскоязычном интернете самая тёплая, самая добрая и самая замечательная аудитория. У меня просто другого интернета не знаю. Самые прекрасные друзья. Поэтому для меня вы самые лучшие, конечно же. Но мне кажется, что ни на каком другом канале просто нет такой аудитории, как у нас. И я тоже очень-очень-очень благодарна вам всем в очередной раз. И вы знаете, ну, я уже, по-моему, рассказывала, да, что мне очень трудно было начинать каждый день эти влоги записывать. И, в общем, я вообще даже не думала, что нас будут смотреть. И не думала, что мы кому-то будем нужны. И они меня заставляли. Каждый божий день усаживала. И я, в общем, так, ну, не очень охотно. Ну, я говорю, всегда я стеснялась и как-то говорю, не думала, что мы кому-то будем интересны. И вот настолько поменялось настроение за год, что, ну, совершенно сейчас в другом настроении хочется и снимать, и снимать, и снимать. И очень обидно, что Аня всё будет вырезать лишнее. У нас же есть определённое время, которое разрешено старшим товарищам по званию. Я думаю, что нам пора всё-таки... Вот видите, как! Так что очень мы вас любим. Обнимаем вас! Подожди, я хочу сказать, что я говорю, сегодня узнала, что у наших животных появилось звание. Кто-то написал. И благодарны вашим ассистентам Басе и Мане. Наши ассистенты. Так что вот у нас есть теперь ещё и ассистенты. У них есть звание. Ассистенты. Ассистенты операторов, ассистенты продюсеров и режиссёров. Но мы вас обнимаем крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи в новом влог на Паружском году. Ура! Пока-пока! Пока-пока!